В 2022 году в Приморском крае выдано почти 3000 земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Регион остаётся лидером по привлекательности территории для участников проекта. Об этом говорили на межрегиональной тематической конференции регионов Дальнего Востока и Арктической зоны. Программа «Дальневосточный гектар» действует в Приморском крае уже 5 лет. И по традиции это самые ценные земельные участки. Они всегда ценятся, дорожают, всё более и более значимы для приморцев, для граждан нашей страны. За эти 5 лет более 74 тысяч заявок было подано для участия в программе для получения гектара. Более 23 тысяч были удовлетворены и предоставлены в безвозмездное пользование. А уже более 2 тысяч гектаров оформлены в собственность. Заметитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов подчеркнул, что сейчас программа доступна в 18 регионах. Наибольшим спросом пользуется выбор земельного участка для индивидуального жилищного строительства. На втором месте использование земли для ведения фермерского хозяйства. 2021 год был, когда уже многие начали оформлять собственность, либо заключать договоры аренды долгосрочной на эти земельные участки. У нас 11 тысяч, чуть более 11 тысяч таких участков оформлены в собственность. И, соответственно, первые налоговые платежи за, ну, налоговые платежи, и, собственно, доходы от аренды, они вот сформируются, получается, и по итогам 2022 года. Это тоже очень важный, значит, такой сигнал, который, на наш взгляд, позволяет также оценить результаты действия, деятельности программы. Министр имущественных и земельных отношений Приморья Виталий Лунёв рассказал, что в крае для участников программы «Дальневосточный гектар» действуют особые меры поддержки. В основном меры поддержки у нас сельхозотрасли касаются, это грант на поддержку создания хозяйств, начинающий фермер, фермер, микрозаймы, льготное кредитование, грант на развитие семейной животноводческой фермы, грант начинающим предпринимателям. Данная конференция объединила представителей органов власти разных регионов Дальнего Востока и Арктики. Участники мероприятия поделились успешным опытом в реализации программы по предоставлению земельных участков на своих территориях, обменялись мнениями, обсудили имеющиеся вопросы и перспективы. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.